По окончании официальных мероприятий пятого форума регионов президенты Беларуси и России продолжили неформальное общение недалеко от Могилева. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину в агрогородок Александрия. Именно здесь прошло детство нашего президента. Встреча в этих местах – знак особого дружеского и союзнического характера отношений. Ведь всем известно, с каким трепетом глава нашего государства относится к этой земле. Сюда белорусский лидер приглашает только самых близких и уважаемых гостей – друзей. Кстати, прежде здесь уже бывал российский премьер Дмитрий Медведев. Сегодня Александр Лукашенко показал Владимиру Путину свои родные места для удобства и пеших прогулок. Соответствующий дресс-код лидеры сменили деловые костюмы на спортивные. Неспеша прошлись по деревне. Президент Беларуси рассказал своему коллеге об истории здешних мест. Обстановка душевная и даже трогательная. Главы государства смотрели домик, где рос будущий белорусский лидер. Прием высокого гостя поистине был в стиле белорусского радушия и гостеприимства с национальными угощениями. В родном доме белорусского президента Владимир Путин попробовал блины и драники прямо из печи. В белорусском стиле был подан и основной обед глав государств. Под стать аутентичному колориту президенты перемещались по деревне на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов. За рулем лично Александр Лукашенко. Также лидеры побывали на Трофимовой крынице. К ней еще мальчишка и будущий белорусский президент бегал попить воды. Источник с уникальной по своим свойствам водой восстановили по поручению Александра Лукашенко. Глава государства провел для своего коллеги экскурсии по облагороженной территории. Место святое, куда едут паломники со всего мира. Испить целебной воды, окунуться в купели, загадать заветные желания. С Трофимовой крыницей связано множество легенд. И даже родословная президента основал источник дедушка главы белорусского государства Трофим. Вода из крыницы пришлась по вкусу и российскому президенту. Можно понять ту теплоту, с которой президент рассказывает российскому коллеге о своей родной стороне, о месте, где прошло его детство. Здесь еще мальчишкой оставил свой собственный след, учился трудиться на земле, постигал первые уроки. Красота в простоте. Именно так можно охарактеризовать здешние места, удивительная природа, бескрайние поля, леса. Многие приезжают в Александрию именно за этим состоянием отдохнуть душой, набраться сил и вдохновиться. Действительно, учитывая красоту, антуражи, обоим президентам удалось восстановиться после сегодняшних многочасовых переговоров. После такого теплого общения, радушной встречи, глава белорусского государства лично проводил своего коллегу. Безусловно, такая неформальная обстановка не помешала еще раз поговорить о главном двусторонних отношениях. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили все наиболее актуальные темы. Спасибо.